Доброе утро, дорогие друзья! Я посмотрела на нашем канале, что у людей возникают вопросы, связанные с окнами, почему выбрали такие окна, а не другие окна. И, в принципе, у меня есть ответы на все ваши вопросы, и я постараюсь с вами поделиться этими своими соображениями. Значит, во-первых, по поводу самих окон. Я вам покажу на примере старых окон, а не новых, потому что новые еще не установлены. Значит, у нас и окна, и двери, в отличие от российских и европейских стандартов, они у нас не многопрофильные. У нас окна однопрофильные, и они открываются, окна могут быть разные, они могут открываться в разные стороны, но в данном случае у нас очень типично иметь вот такие слайдинг окна и двери, которые просто одним движением они закрываются, и они тут же защелкиваются на замок. Вот этот вот замок, если его нужно открыть, то нужно открыть и потянуть за него. С чем это связана такая конструкция окон дверей? Я думала на эту тему, почему у нас нет многопрофильных, я думаю, что это связано прежде всего с размерами самих окон и дверей, потому что если вы посмотрите на эти окна, у нас нет очень мало распахивающихся дверей. Если вы посмотрите на эту дверь, здесь ширина открытия 36 нчей, и это очень большая ширина открытия. Для того, чтобы сделать эту дверь распахивающейся, я даже думаю, что она больше, чем 36 нчей, может быть даже больше, может быть 40 нчей. Если ее сделать распахивающейся, она будет занимать очень много места либо внутри помещения, либо снаружи, и кроме того, сама дверь, она будет подвержена ветру и будет хлопать. Такая дверь, она экономична, они занимают много места, кроме того, очень удобно проветрить помещение, потому что у нас все двери и окна, они приходят вместе с сеткой. Сетка является прямо составляющей рамы, для нее имеются специальные пазики в раме, вот, и замочек даже имеется. Вот, и эту дверь можно, сетку можно открыть и закрыть, что очень удобно, потому что помимо нас в этом мире существуют еще разные насекомые, и мы не хотим, чтобы они залетали в квартиру. Это принципиальное отличие, которого нет в европейских окнах. Вот то, что я видела и в России, и в Европе, что окна при установке не содержат никаких дополнительных сеток. При проветривании это очень удобно, то есть я могу открыть дверь на всю ширину, и посмотрите, какая у меня огромная поверхность открытия получается, и все это защищено сеткой. В свое время мы, у нас это называется French Doors, имели обыкновенную дверь на улицу, она открывалась наружу, соответственно, сетки там, сегодня можно устанавливать сетки, но тогда каждый раз при выходе нужно ее специальным образом закрывать, она магнитная, она отскакивает, в общем, какие-то неудобства. Кроме того, если дверь такая большая открывается наружу, то при дуновении ветра она хлопает по стене, по соседнему окну, вот как в данном случае, и может его просто разбить. То есть жизнь нам показала, что двери, которые у нас называются sliding door, скользящие двери, они гораздо практичнее в использовании и удобнее. То есть для нас они не мешают мебели стоять ни снаружи, ни внутри, они не хлопают, их можно оставлять открытыми и проверить помещение на всю ширину окна. Если нужно чуть-чуть открыть, ее можно чуть-чуть приоткрыть, она не хлопает и сама она не откроется больше, не откроется дальше. Значит, это ответ на первый вопрос, почему у нас не многопрофильные окна, однопрофильные, так уж сложилось исторически. Окна у нас могут отодвигаться, вот так слайдиться вбок, а могут слайдиться вверх. Нам нужно исключительно sliding окна, потому что мы не хотим, чтобы окна распахивались. У нас есть такие окна, которые распахиваются, я имею в виду в индустрии. Тогда здесь внизу окна будет такая ручка, и этой ручкой можно жестко открывать окно. Я думаю, что это связано с тем, чтобы окно, опять же, не хлопало при дуновении ветра и было фиксировано. Но это очень неприятное занятие, открывать эту ручку, это целое дело. И, собственно говоря, мы пришли к этому, что нам такие окна не нужны, потому что, когда дует ветер и идет, например, дождь, то, несмотря на то, что эти ручки и окна жестко закреплены, все равно она будит, дует, ее неприятно открывать, ее неприятно закрывать. В общем, какие-то сложности с этим. Для себя мы решили, что нам удобно иметь вот такие слайдающиеся окна, они однопрофильные. И никаких проблем мы с ними не испытываем. Что касается самого качества окон, то качество окон очень высокое. В нашем предыдущем доме у нас были самые дорогие деревянные окна, и мы решили таких окон больше не ставить. Дорогие они были потому, что дерево у нас считается экологическим материалом и стоит намного дороже. А пользовательское преимущество у таких окон не особо высоко. Они более тяжелые, их нужно окрасить рамы, и при повторной покраске они начинают плохо закрываться, учитывая, что нам же нужно, чтобы двери все-таки и окна у нас слайдились, да, вверх и вниз. Так вот, при повторной покраске они плохо закрываются, и поэтому мы опять же решили обойтись пластмассовыми окнами, которые не нужно красить, у них никакого мейтенанса нет и так далее. Что касается самих окон, значит, окна у нас, конечно, очень такие серьезные. Это не просто два стекла, это специальные стекла, которые не пропускают ультрафиолетовые лучи. Более того, между оконами, видно отсюда или нет, между двух слоев окон, там находится специальный газ, специальное наполнение, которое тоже защищает летом от проникновения тепла в помещении, а зимой, наоборот, пропускает более теплые лучи, и таким образом происходит обогрев. То есть это окна не простые, это не просто два стекла, это окна довольно-таки сложные. И вот эта компания Milgard Windows, она большая, у нее есть очень хорошее ревью на интернете, и эти окна, они дают пожизненную гарантию на их окна, что они не будут не потеть и будут делать в течение всей своей жизни, своего существования, делать все эти вещи, которые они должны делать. Собственно, вот это и обусловила наш выбор этих окон. В новом помещении у нас будут немножко, небольшое количество окон, которые будут открываться типа как форточка, но опять же это неудобно, у нас других окон других такого типа нету, и там будет находиться ручка, и эту форточку нужно будет крутить ручкой немножко приоткрывать. Ну вот это то, что я хотела сказать по поводу окон, а дальше Михаил вам расскажет наше новшество на строительстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok